Хейо, друзья, и с вами канал Дурацкий и Крутой. Сегодня мы взглянем, пожалуй, на одну из немногих достойных любовных историй в жанре романтика, комедия, драма и сёдзе. Это манга, чистая, как слеза, нежная, как дыхание ветра, и прекрасная, как цветущая сакура. Поверьте мне, она разбила не одно женское, да и что греха таить, мужское сердечко. Друзья, представляю вашему вниманию одну из лучших лавстори всех времен и народов Кары Кана, ну или в переводе на русский «С его стороны, с её стороны». Поехали! Автором манги является довольно скрытная и малоизвестная, но всё же очень талантливая девушка Мангака Масами Цуда. «Комната, где живёт ангел». Первая глава манги вышла 1 декабря 1995 года, последняя 1 апреля 2005 года. Манга выходила в японском журнале Lala Magazine и публиковалась издательством Hakusensha. Манга официально считается законченной и насчитывает 21 том. Серия была лицензирована и в России, её издательством занимались Rossman, которую, к великому сожалению, издали всего лишь 4 тома. Также манга была адаптирована студией Gainax совместно с GAC Staff. Её режиссёром выступил небезызвестный Хидея Киано, Евангелион. Всего было выпущено 26 серий по 24 минуты каждая, которые не охватывают мангу целиком. Аниме выходило в эфир с 2 октября 1998 по 26 марта 1999 года на японском телеканале TV Tokyo. Ну а теперь давайте рассмотрим само издание. Бумага вполне себе обычный, переплёт мягкий. Мне доставили первый и четвёртый том в так называемой суперобложке. Под ней таится бледненькая основная обложка, а второй и третий том в обычной обложке. Дело в том, что второй и третий том я купил много лет назад, поэтому бумага уже пожелтела. Томики начали расклеиваться. Ради полноты коллекции я прикупил четвёртый том и кое-как урвал первый. Он вообще был в последнем экземпляре в интернет-магазине. Манга имеет возрастное ограничение 16+. На обложке всех томов мы видим изображение основных героев манги. Ну а теперь давайте взглянем, что же у нас внутри. История крутится вокруг двух героев. Отличница-умница-школьница Юкина Миядзавы и её одноклассника в будущем бойфренда Сейтиру Аримы. Юкина недавно перешла в старшую школу, и её новые одноклассники небезосновательно считают её идеалом. Но никто в классе не догадывается, что это всего лишь маска, которую Юкина снимает, когда приходит домой. На самом же деле смысл её жизни купаться в лучах славы, ради чего она готова ночами сидеть за уроками и тайком тренироваться до седьмого пота. Она покоряла всех в младшей школе и надеялась, что так будет продолжаться и дальше. Однако её ожидало огромное разочарование. У неё появился соперник, Сейтира Арима, который не уступает ей ни в чём. Он красив, умён, хороший спортсмен, скромен, единственный сын директора городской больницы. Отодвинутая на второе место в рейтинге популярности, Юкина решает использовать самые грязные методы, чтобы уничтожить соперника. Эти двое совсем не те, кем показывают себя в школе. Юкина это нужно, чтобы купаться в лучах обожания, а Арима решил стать идеальным человеком, чтобы стереть позор, который причинили его семье и его настоящие родители, мошенники и негодяи. Манга рассказывает историю о том, как родилась любовь между этими двумя махровыми рельцемерами. Разумеется, и с её, и с его стороны. Также стоит упомянуть аниме. Аниме полностью дублирует историю, описанную в манге где-то до седьмого тома, и концовки по сути-то в нём и нет. Можно сначала посмотреть аниме, а потом приняться за чтение манги. Если вас не испугает, что примерно на середине качество сериала начнёт прилично проседать, и на последних сериях у меня возникло ощущение дежавю, примерно то же самое я видел в конце Евангелиона, когда у создателей закончились деньги. Не могу не упомянуть и о музыке в аниме. Обычно, когда я читаю то или иное произведение, я стараюсь создать более благоприятную атмосферу для чтения, и так сказать, погрузиться в этот процесс с головой. Включив осты из аниме, я полностью погрузился в этот прекрасный мир. Впечатления незабываемые. Очень советую. Теперь о манге. Манга — это книга о любви. Первый, и поэтому чистый. Рассказанный с её и с его стороны. Возможно, кому-то нравится тема серых, грязных городов с продажными людьми и распутными женщинами, где всем правят деньги и кровь. Там небо, закрытое туманом, и света фальшивых лист героев настолько убогий, что аж тошнит. Тут всего этого нет. Она о другом. Здесь только романтика, первая любовь и лепестки Сакуры. Старшая школа, где учатся уже не дети, но ещё и не взрослые. Они уже думают о будущем, Юкин уверены, что её безупречная репутация и прекрасные оценки дадут ей пропуск в блестящую жизнь. Она уже видит себя чиновником или юристом, а Рима решает после окончания старшей школы идти учиться на врача, ведь он родился в семье потомственных врачей. Его род очень древний и берёт начало аж в эпоху Эда. Чистые и немного наивные, они впитывают мир широко открытыми глазами. Знаете, отчасти это даже чем-то похоже на сказку. Всё очень непросто, но все их проблемы решаемы. Они учатся жить с этим и остаются просто хорошими людьми. Это жизнь, которая может быть, если каждого человека сделать хорошим. На первый взгляд, Каракана – это манга для детей. Она настолько хороша, что понравится и взрослым. Ну а теперь давайте посмотрим на плюсы и на минусы манги. Начнём с плюсов. Это отличный сюжет, великолепная рисовка, раскрытие персонажей, ни стандартность, ни шаблонность до сёдзе манги. Дневник Цуды – прикольные заметки от мангаки о её жизни и интересах, как вишенка на сёдзе торте. Что касается минусов. Очень много времени уделяется на раскрытие второстепенных персонажей, ведь так хочется узнать, что же там с отношениями главных героев. К сожалению, не очень хорошие качества печати. Да и напечатано очень мало томов. Ну а теперь давайте подведём небольшой вывод. Каракана – это отличный пример того, какой должна быть сёдзе манга. Это отличный, если даже не лучший представитель своего жанра. Манга отлично сбалансирована. Каждый её персонаж отлично прописан. Будь то это главные герои или второстепенные персонажи, а рисовка не только радует глаз, но и трогает сердце. Забавный факт. Когда ты читаешь Караканы, встречаешь просто уйму настолько жизненных и знакомых ситуаций, что невольно испытываешь что-то вроде ностальгии по школьной жизни. Разумеется, я бы и не хотел опять очутиться в школе, но всё же очень приятно погрузиться в эту атмосферу. Знаете, Юкино Аримы – это просто образы, болванчики, в шкуре которых когда-то давно мы все побывали. И когда ты это понимаешь, невольно появляется улыбка. Скажем так, в первую очередь, это история о любви, а уже потом об отношениях, что, к сожалению, не понимают многие современные мангаки. Вот и я полюбил эту мангу за её чистоту, за то, что она не фальшивая, как накладные ногти, и она какая-то настоящая, что ли. Ну знаете, например, как наша жизнь. Спасибо за внимание, друзья. Ну а с вами был, как всегда, Дурацкий Крутой. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok